Все, чего вы ожидаете от Бога, основано на законе любви. Если ваше основание — любовь, и она движет вами, то вы будете непобедимы. Сегодня я начинаю новую серию проповедей о Божьей любви. И вы увидите, что Божья любовь — это мощная сила, которая может изменить человеческую жизнь. Матфея, 22 глава, начнем с 34 стиха. Будем читать с 34 по 40 стих. Вместе, вслух. Готовы? Начали. А фарисеи, услышав, что он привел садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». «Сия» есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. «Весь закон и пророки утверждены на этой заповеди любви». Теперь, слушая эту серию проповедей, всякий раз, когда вы увидите в Новом Завете, что Иисус упоминает исполнение Его заповеди, мы должны обратиться к этому стиху. Когда Он говорит об исполнении Своих заповедей, Он говорит об исполнении именно этой заповеди, «Любить Бога и любить ближнего». Он говорит именно об этом. И если вы прочитаете 1 или 2 Иоанна, там, где говорится о заповедях, там говорится именно о заповедях любви. Обратите внимание, что это не просьба. Любить Бога и любить своего ближнего, как самого себя, это не просьба. Заметьте, это повеление. Это приказ от нашего главнокомандующего любить Господа Бога нашего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей силой любить ближнего, как самого себя. Это заповедь. И вот еще, что вы должны заметить. Это основание для всего в жизни христианина. Заповедь любви можно сравнить с гординой, которую нужно закрепить над окном, прежде чем вы повесите шторы. Закрепив гордину, вы можете начать вешать шторы. Это как перекладина в вашем гардеробе, на которую вы вешаете вешалки с одеждой. На нее опираются вешалки. После того, как вы повесите шторы на гордину, если эта гордина упадет, или если она плохо закреплена, то с нее упадут и шторы, висящие на гордине. Когда мы с Тэффи поженились, мы въехали в наш первый дом. Там в шкафах были металлические крепления. Мы могли повесить там наши пальто веры. Мы могли повесить там брюки исцеления. Мы могли повесить туда свитера освобождения. Мы могли повесить пиджаки процветания. И мы все это вешали там. Но вы знаете, что происходило? Иногда, засыпая, мы слышали ужасный грохот в шкафу. Бам! И мы знали, что крепление отвалилось. И вместе с ним на пол упало все. То же самое происходит, когда Божья любовь не действует в вашей жизни. Крепление любви падает, и ваша вера не может действовать. Ваша молитва не будет действовать. Процветание не придет. Избавление не наступит. В браке не будет устройства. Все будет поставлено под угрозу. Потому что если эта гордина не на месте, то и все остальное не будет на месте. Вы понимаете? Если гордина не на месте, то и все остальное не будет на месте. Ваша вера висит на гордине любви. Ваша молитва, отвеченная молитва, висит на гордине любви. Ваши супружеские взаимоотношения закреплены на гордине любви. Все ваши убеждения, основанные на Библии, все убеждения о Боге держатся на этой гордине любви, потому что на этом держится все. Все, что у вас есть и все, что вы делаете. Вера действует любовью, молитва действует любовью. Все в Божьем Царстве действует любовью. Все в Библии действует любовью. Если в вашей жизни что-то не действует, или действует плохо, или действует лишь на 30%, тогда вам нужно проверить гордину. Вам нужно проверить свою любовь. Если в вашей жизни непорядок с любовью, то и во всех остальных сферах будет непорядок. И вы будете христианами, которые только носят майки и кепки с христианской символикой. Мы никогда не сможем стать истинными христианами до тех пор, пока гордина не будет закреплена как следует. Вот о чем я говорю. Я верю, что ключ к жизненному изобилию – это Божья любовь. И если мы не начнем действовать Божьей любовью, изобилия не будет. Если мы не начнем действовать Божьей любовью, наши горы не сдвинутся с места. Если мы не начнем действовать Божьей любовью, процветания не будет, изобилия не будет. Я хочу, чтобы вы увидели, что под угрозой все. Под угрозой все до тех пор, пока мы не поймем, что такое любовь. Слушая проповеди о любви, большинство людей автоматически говорят, «Да, я об этом знаю». А я вам говорю, что вы не знаете. Я говорю, что 90% людей в этой церкви, точнее 95%, не любят той любовью, о которой я говорю вам. Я признаюсь, исследуя этот предмет и изучая заповедь Божью о любви, я понял, что мне нужно покаяться. Я-то думал, что я достиг... Большинство людей в церкви любят человеческой любовью и не понимают, что такое истинная любовь. Поэтому я решил уделить время и рассказать вам о той любви, которую мы должны развивать в себе, чтобы укрепить свою веру, свое благосостояние и свои семейные взаимоотношения. После завершения этой серии проповедей, я ожидаю от вас множества свидетельств о Божьих благословениях. Понимаете? Аллилуйя! Итак, это заповедь «Любить Господа Бога нашего и любить ближнего, как самих себя». И все держится на этой заповеди любви. Теперь давайте откроем Евангелие от Луки, главу 10. Я с радостью буду проповедовать об этом, потому что ожидаю великих перемен в вашей жизни в результате этих проповедей. Обратите внимание на мою последнюю серию проповедей о любви. Какие перемены произошли в вашей жизни? Вспомните другую серию проповедей, и в вашей жизни произошли большие изменения. Но эти проповеди заставят каждого из нас делать все возможное для того, чтобы пребывать в любви. Луки, 10 глава, стих 25. Вы слышали это в последней серии, но эти слова достоины того, чтобы прочесть их еще раз. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал...» Не сиди с этим законником на месте. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал... «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот же вопрос задал богатый юноша. Друзья, этот же вопрос беспокоит нас сегодня. Всех интересует, что делать для того, чтобы получить жизнь вечную. И я говорю не о вечной жизни на небесах. Я говорю о вечной жизни здесь. Что такое вечная жизнь? Это вечная жизнь Зоя. Он спрашивает, как обрести Божью жизнь здесь, на земле, пока я живу? Как жить такой жизнью? Помните, что изобилие — это не только деньги. Это изобилие во всех сферах. Изобилие любви. Изобилие мудрости. Изобилие откровений. Изобилие во Святом Духе. Изобилие во всем. Как добиться изобилия во всех сферах моей жизни? Большинство христиан вообще-то не считают это возможным. Когда я говорю об изобилии во всех сферах, некоторые христиане не могут себе этого представить. Мы привыкли к 20% изобилия. Или 30%. Там немного, сям немного. Но это меньше того, что предлагает Бог. Бог предлагает нам изобилие во всем, всегда и везде. Это Божий план для нашей жизни. Кто-то может сказать, «Я не жадный, мне не надо много». А Бог желает дать тебе лучшее. Если Он дал тебе самое лучшее, Он желает, чтобы ты взял это лучшее. Но мы должны увидеть, что нужно сделать нам. Что требуется от нас. Что мне делать, чтобы обрести эту Божью изобильную жизнь. Зоя — это жизнь самого Бога. Так что же мне нужно делать, чтобы жить жизнью Зоя? Что мне нужно делать, чтобы получить ответы на мои молитвы? Что мне сделать, чтобы собрать урожай от всего посеянного? Весь урожай. Что мне делать, чтобы обрести свободу и оставаться свободным? Что мне делать, чтобы обрести Божье помазание? Что мне сделать для того, чтобы я мог повелевать горам, всем, что у меня на пути? Что мне сделать для того, чтобы Божье Слово действовало в моей жизни всегда и везде? Он ответил на мой вопрос здесь, давайте посмотрим. Он сказал в 26 стихе. Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. И Иисус ответил. Он сказал, правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Заметьте, Он дает правильный ответ. Он ответил на этот вопрос, что делать, чтобы обрести жизнь Зоя? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус говорит, ты ответил правильно. Живи так, и обретешь жизнь Зоя. Итак, мы знаем ответ, но нам все еще чего-то не хватает, для того, чтобы обрести жизнь Зоя. Но, по крайней мере, мы знаем ответ. Мы знаем, что нам делать. Мы должны любить Бога всем сердцем своим, и всей душою своей, и всей крепостью своей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Я хочу сказать вам о том, что это за любовь, чтобы вы могли поступать правильно, чтобы жить жизнью Зоя. А теперь повторите за мной. Божья любовь — это основа всего. Повторите еще раз. Божья любовь — это основа всего. Божья любовь — это основа всего. С чем бы вам ни приходилось сталкиваться в жизни, вам нужно понять, что Божье Слово — это основание всего. И если основание разрушено, что делать праведнику? Мы должны быть внимательны в оценке своего основания. Теперь откроем 13 главу Римлянам, и потом будем готовиться дать определение. Римлянам 13 глава, стих 10. Десятый стих говорит, «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам, от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Пожалуйста, отметьте, что он сказал. Он сказал, что пришло время пробудиться для Божьей любви. Каждый христианин на планете знает, что должен любить. Но что-то произошло, и со временем это учение о Божьей любви осело на дно. А мы заняты своими утонченными откровениями. Мы учим пять шагов для этого, учим восемь шагов для того. Мы говорим о двух шагах к обретению наибольшей силы. Мы говорим о трех шагах к достижению сильнейшей веры и девяти шагах к обретению способности слышать Бога. Знаете что? Все это очень хорошо. Но эти все шаги не будут действовать, если нет правильного основания. Можете забыть обо всем. Я доволен, что об этом учат. Но в свете того, что о любви не учат, как должно, я этим совсем не доволен. Вот что происходит. Мы слышим о принципах, но они не действуют. И надежды обманываются. А затем вы отходите от Бога, потому что не можете понять, почему все это не действует. Может быть, Бог не любит вас. Может быть, вы недостаточно молитесь. Может быть, вы недостойны. Вы ищите причины. А истинная причина в том, что у вас нет обетования, которое могло бы удержать все эти чудесные откровения об этих принципах, которые мы слышали и которые слышим. Мы слышим о том, как должны поступать, следуем этим принципам, но у нас ничего не получается. Это потому, что у нас нет основания любви. Мы стремимся к процветанию. Мы знаем о сейнии и жатве, но жатвы нет, потому что нет основания любви. Мы знаем, что Бог исцеляет. Мы видим, как исцеляются другие, но для нас это не действует, потому что нет основания любви. Поэтому я обещал Богу, что какое-то время воздержусь от проповедей на другие темы. Я нашел стих в первом послании Петра, где написано, что цель всякого наставления в Слове научить людей любви Божьей. И если мы преподаем любое другое учение, мы поступаем неверно, потому что обрекаем вас на разочарование, потому что сначала мы должны дать основания, на котором будут стоять и действовать все принципы, которые вы изучаете в церкви. Да. Да. Нам предстоит большая работа. И проповедь на эту тему, которую я начинаю сегодня, не будет простой. Эта проповедь бросит вызов вашему представлению о себе. Вы больше не сможете винить дьявола во всех своих бедах, потому что я покажу вам, как пригласить на бой дьявола. Я знаю, это звучит странно, но для того, чтобы развить мышцы любви, вам придется бороться с противником. Потому что любое искушение, с которым вы сможете столкнуться, стремится вывести вас из Божьей любви. Задумайтесь об этом. Каждое искушение со стороны врага... Что такое искушение? Давление на вас. Всякое искушение, которое он несет в вашу жизнь, направлено на то, чтобы вывести вас из Божьей любви. Почему он так стремится вывести вас из Божьей любви? Может быть, в Божьей любви есть кое-что, представляющее для него большую угрозу? Может быть, угроза его царству? И теперь нам нужно начать относиться к этому серьезно, потому что прошло время играть в церковь. Люди гибнут, люди болеют, люди проходят через ад, потому что мы играем в церковь. Единственное, что мы можем предложить людям — хорошее настроение на пару часов, но поскольку нет истинных проявлений, хватает лишь на то, чтобы попрыгать и покричать «Аллилуйя» в церкви. Но меня заботит, как это Слово действует в вас, когда вы дома, когда вы среди грешников. Как Бог действует в вашей жизни в результате того, что в вашей жизни есть место Его любви. Я обещаю Небесному Отцу, что все, чем я владею, принадлежит Ему, что я буду нести Слово о Божьей любви до тех пор, пока Божьи действия не будут сопровождать вас, не только в церкви, но и вне ее. Вы должны знать, что Бог может действовать и у вас дома. Аминь? Итак, в послании к римлянам, 13 главе, написано, что любовь — это исполнение закона. В расширенном переводе это звучит так. Любовь исполняет все требования закона. Любовь исполняет все требования, все, что когда-либо требовалось. Вам не нужно изучать сотни стихов, данных Моисею. Если вы будете пребывать в Божьей любви, это исполняет все требования. Все требования Небес исполнены. Это исполняет все требования для получения ответа на молитву. Это исполняет все требования для того, чтобы ваша вера действовала. Это исполняет все требования для получения стократного урожая. Бог просит нас делать только одно — научиться любить Его всем сердцем, разумом, душой, силой и любить ближнего, как самого себя. Если я не люблю тебя, я не могу сказать, что люблю его. Значит, мне нужно научиться любить тебя, потому что моя любовь к тебе определяет, будет ли в моей жизни то, что в ней должно быть. И вдруг эта любовь становится первостепенным вопросом в жизни христианина. На первом месте в жизни христианина должна быть Божья любовь к людям. Что бы у вас ни было под номером один, я выбиваю это с первого места. Любовь — превосходящая сила. Она — наиважнейшая из всего самого важного в вашей жизни. Любовь. Давайте поработаем над определением, что такое Божья любовь. Давайте начнем с первого послания Иоанна и составим правильное определение, чтобы мы пребывали в Божьей, а не в человеческой любви. Первая Иоанна, 4 глава, начнем с 7 стиха. Если вы поняли все, что я сказал, скажите «Аминь». Аминь. 1 Иоанна, 4 глава, стих 7. Прочтем стихи 7 и 8 вместе вслух. Готовы? Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог... Потому что... Потому что... Потому что... Бог есть любовь. Не написано «Он имеет любовь», но «Он есть любовь». Бог есть любовь. В расширенном переводе стих 7 звучит так. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь исходит от Бога, и всякий любящий, ближних своих, рожден от Бога и знает Бога, и развивается в познании Бога, обретая более ясное и глубокое познание Бога. Кто не любит, тот не познакомился с Богом и не знает, и никогда не знал Его, потому что Бог есть любовь». Это очень серьезные слова, друзья. Бог есть любовь. Всякий раз, когда вы видите слово «Бог» в Новом Завете, добавляйте, который есть любовь. Например, прочтем 7 стих еще раз. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, который есть любовь. И всякий любящий рожден от Бога, который есть любовь, и знает Бога, который есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, который есть любовь, потому что Бог, который есть любовь, есть любовь». Теперь всегда, когда вы видите слово «Бог», говорите себе «Бог есть любовь». Знаете, он также говорит что-то весьма интересное. Он говорит, что мы должны любить друг друга. Он сказал в 8 стихе «Кто не любит, тот не познал Бога». Кто-то скажет «Слава Господу, я знаю Бога». Видна ли людям Божья любовь в вас? Если нет, тогда вы не знаете Бога. Кто-то сказал, в расширенном переводе написано, что вы никогда не знали Его. Скажу больше. Многие люди выходили к алтарю и отдавали свою жизнь Господу Иисусу Христу. Они молились молитвой спасения, но я сомневаюсь, что они обрели Бога. Он говорит, если у вас нет любви, значит у вас нет Бога. Но, брат, доллар, я исполнен Духом. Откуда вы знаете это? Я говорю на языках. Подожди, подожди, подожди. Это не свидетельство того, что ты исполнен Духом. Дух есть любовь, и если ты не исполнен любви, ты не исполнен Духа. Сколько бы ты ни говорил на языках. Давайте прочтем первое послание Иоанна из 3 главы. Стих 13. Вы слышали это раньше, но я повторю. И потом начну проповедовать. 1 Иоанна 3, 13. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Кто из вас знает, что мир будет ненавидеть вас? Но ненависть этого мира не должна влиять на Божью любовь в вас. Ну и пусть ненавидят. Несмотря на это, мы должны исполнять заповедь любви. С нас не снимается ответственность за исполнение заповеди любви. Прочтите 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. А в расширенном переводе это звучит так. Нелюбящий пребывает, постоянно остается в духовной смерти. Заметьте, что он говорит, друзья. Послушайте. Иисус перешел из жизни в смерть. Затем он был первым, кто возродился из смерти в жизнь. Чтобы и все мы могли возродиться из смерти в жизнь. Ибо об этом говорит Писание. Писание утверждает, что доказательство того, что человек перешел из смерти в жизнь, это любовь. Потому что если вы говорите, что рождены свыше и перешли от смерти в жизнь, но все еще не любите своих братьев, даже если вы и молитесь молитвой покаяния, вы не обрели Бога. Потому что доказательство вашего христианства — это не говорение на языках, или христианская майка, или сколько у вас денег. Доказательство христианства — это любовь, которая исходит от вас и течет в жизнь других людей. Друзья, вы должны это понять. Любовь — это наш отличительный знак. Но это не так. Иногда в нашей церкви можно встретить самых злых людей в мире. Порой и не поймешь, кто спасен, а кто нет. Если смешать христиан с грешниками, потом и не разберешь, кто есть кто. И в этом проблема, потому что любовь должна быть отличительным знаком каждого рожденного свыше. Но из-за того, что мы так много времени уделяли вере и процветанию, и молитве, и всему остальному, и так мало времени посвящали разговору о Божьей любви, мы думаем, что доказательство нашего христианства — это марка нашего автомобиля или наши деньги. Это не так. Иногда слишком много внимания уделяют дарам Духа. Дары Духа не являются доказательством того, что Иисус пребывает внутри нас. Дар веры, дар пророчества. Нет, 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 нет. Библия утверждает в конце 12 главы 1 послания к Римфинам, что есть нечто более важное. Это любовь Божья. Итак, вы говорите на языках, но не имеете любви. Библия говорит в этом случае, вы никчемные люди. Есть лишь одно, что указывает на истинного христианина. Любовь, которой вы любите друг друга. Я спасен, освящен, крещен огнем. Подождите. Если нет любви, то это все пустое. А знаете, что такое религия? Религиозные поступки без искренней Божьей любви. Стремление выглядеть как христианин, говорить как христианин, жить как христианин, но без Бога, без любви. Тогда вы лишь религиозный человек, которого ждет большой сюрприз в конце жизни. Я стараюсь помочь вам, друзья, потому что мы стали высокомерными в своем христианстве. Мы такие кичливые. Я спасен, освящен, исполнен духом и крещен огнем, а любви у нас нет и никому, даже к себе. Божья любовь — это и есть христианство. Это и есть доказательство нашего христианства. Теперь давайте найдем в Писании определение Божьей любви. Кто-то сказал, «И об этом ты собираешься говорить целый день? Я сделаю все, чтобы, уходя с этого служения, вы знали, чем Божья любовь отличается от человеческой, хорошо?» Прежде всего, Бог есть любовь. По-гречески «агапе». Бог есть агапе. Бог есть агапе. Любовь — это агапе. Давайте это соединим. Божья любовь — это любовь агапе. Почему агапе? Что такое агапе? Агапе — это агапе, потому что это сверхъестественная любовь. Она исходит непосредственно от Бога. Любовь, о которой я говорю с вами сегодня, и о которой будут говорить еще долго, это любовь, которая исходит непосредственно от Бога. Откройте римлянам пятую главу. Я не говорю о любви, которую вы развиваете сами. Я не говорю о любви, которая рождается из ваших эмоций. Я не говорю о любви, которая рождается из ваших чувств. Я говорю о любви, которая исходит от самого Бога. Любовь не эгоистична. Любовь не бесчинствует. Любовь не помнит грехов других. Любовь радуется истине. Любовь все терпит. Это только начало. Меня это зацепило. Любовь Агапе терпит все. Если вы не верите мне, спросите, почему Бог все еще присутствует в вашей жизни. Он терпит все то беззаконие, которое вы творите в своей жизни. Он не бросил вас, потому что любовь Агапе все терпит. Любовь Агапе не боится вашего отношения к ней. Любовь Агапе не боится того, что вы можете обидеть ее. Любовь Агапе не взирает на чувства. Любовь Агапе терпит все. Представьте, что бы произошло в браке, если бы хотя бы один из супругов любил любовью Агапе. А представьте, что бы произошло, если бы оба супруга научились любить любовью Агапе. Теперь никто из них не может совершить что-то, что заставило бы их разлюбить друг друга. К кому тогда взбредет в голову разводиться? Но тем не менее в церкви среди христиан больше разводов, чем среди неверующих. В чем дело? Я объясняю, в чем дело. В церкви есть рожденные свыше христиане, которые не любят любовью Агапе. Они поступают по человеческой любви. Они любят так же, как любят мирские люди. Те, в ком должен быть Иисус и Божья любовь, не поступают в соответствии с этой любовью и не проявляют любовь Агапе к окружающим. Они любят той любовью, которая любит мир. И мы теперь любим так, как все любят друг друга. Но эта любовь не действует. Именно из-за того, что мы сразу же бежим разводиться, если нас обидели, если что-то произошло. Дело в том, что мы с Тефи приняли решение. Нет, ничего. Мне все равно, что сделала Тефи. Это не помешает мне выполнить заповедь любви по отношению к ней. Но мы не научены любви Агапе. Мы научены человеческой любви. Такое ощущение, словно мы сегодня впервые слышим обо всем этом. Мы не научены любви Агапе. Никто не желает слышать о любви Агапе. Придя в церковь, мы желаем слышать о помазании. Агапе и есть помазание. Придя в церковь, мы желаем слышать о процветании. Агапе и есть процветание. Придя в церковь, мы желаем слышать о освобождении. Агапе и есть освобождение. Придя в церковь, мы хотим слышать о пяти способах получения сверхъестественной победы в трудные времена. Агапе — это путь победы в трудные времена. Из-за того, что мы противимся Божьей любви, мы не видим ее проявлений в нашей жизни. Я не игнорирую эти темы. Я не собираюсь доказывать всем на планете, что настоящих чудес не бывает. Но я хочу доказать, что они не бывают без основания. Мы просто... Слушайте, я буду проповедовать о справедливости и о том, что Бог справедлив. И если люди несправедливы к вам, Бог об этом позаботится. Но в этом-то все и дело. Позвольте Богу позаботиться. Он не может ни о чем позаботиться, потому что вы продолжаете поступать, исходя из человеческой любви, коронуя себя Богом и пытаясь сделать то, что может сделать Он. Если вы открыты для любви Агапе, тогда, что бы с вами ни произошло, Агапе успокоит вас. Аллилуйя! Что справедливость всегда восторжествует. Но очень немногие узнают об этом, потому что очень немногие развивают в себе любовь Агапе. Гораздо больше людей. Людей, которые ненавидят проповеди о любви больше, чем проповеди о процветании. И вы увидите их истинные мотивы. Потому что Божья любовь обнажает истину. Божья любовь — это свет Божий. И если вы пытаетесь что-то скрыть, то держитесь подальше от Божьей любви, потому что она высветит то, что вы скрываете. Библия повелевает нам облечься во свет. Что такое свет? Это любовь. Библия учит, что Бог есть любовь. В первом Иоанна написано, что Он есть свет. Мы поговорим об этом. Я немного забегаю вперед. Я увидел, что любовь Агапе терпит все. Я не стал противиться этому. Искать 50 стихов, которые облегчили бы ситуацию, а принял решение. Ладно, Господь, я принимаю решение терпеть все. И если я принимаю решение терпеть все, тогда Бог встает передо мной и защитит меня от некоторых ситуаций. которые мне совсем не нужны, если я приму решение позволить Ему разбираться со всем. И когда я принимаю решение поступать, исходя из любви Агапе, я позволяю Ему действовать через меня, любить через меня. И если меня обижают, я не буду стремиться отомстить за себя. Библия говорит, не смей касаться помазанья моего. Но, минуточку, если в вашей жизни нет любви, тогда вы не помазаны. Вот поэтому вас постоянно все задевают, потому что у вас нет помазания, потому что у вас нет любви. Из-за того, что у вас нет любви, у вас нет помазания, а значит, у вас будут проблемы. Вы меня понимаете? Это совсем не та милая короткая проповедь о любви. Теперь я знаю о любви. Меня удивляет. Меня удивляет, как люди слышат об этом и говорят, «Я не желаю это слушать, я не хочу это слушать, я не согласен с этим, я не верю в это». Наша проблема в том, что в нас дух бунта, а не дух Агаппе. Вы не понимаете. Бог обо всем позаботится. Но вы не позволяете Богу и пальцем шевельнуть, потому что боитесь, что с вами что-то случится. И если вы не вмешаетесь, не возьмете на себя его роль, и не разберетесь со всем самостоятельно, когда вы перестанете обижать и унижать Бога? Мы не позволяем Ему быть Богом в нашей жизни, потому что мы очень заняты самосохранением. Если бы вы раньше знали о том, что я буду говорить сегодня, вы бы никогда не подали на развод. Вы бы никогда... Пастор, я в этом не уверен. Вы в этом не уверены, поэтому я вас и учу. Поэтому я и здесь. Потому что вы не уверены. Я учу об этом, потому что вы не знаете. Все мы обмануты с рождения, потому что церковь не научила нас основам христианской жизни. И если она не научила, то я должен это исправить в эти последние дни, чтобы Иисусу было за кем приходить. Ты что шутишь? Если нет Божьей любви, это мелочь. Это пустяк. Мы умеем Шонда, Шако, Зулу и все такое, но мы не умеем любить. Да, не цепляйся ты. Шутишь? Вы действительно думаете, что пойдете в рай, потому что умеете выглядеть духовным? Поймите, что истинная духовность выражается в любви. Если вы не пребываете в любви, вы не пребываете в духе. По настроению вы можете делать добрые дела, и дьявол не мешает вам делать эти добрые дела, зная, что в другие дни, когда у вас нет настроения, он соблазнит вас делать зло. Это глубоко. О чем ты говоришь? Я могу подняться сюда и проповедовать вам от себя, и если я могу это, то скоро я начну делать что-то плохое по плоти. Я хочу сказать, что церковь обманута, но этот обман незаметен, потому что он хорошо замаскирован. Это подделка под истину. Но когда есть настоящая любовь, есть и ее проявление. Помазание невозможно подделать. Любовь не подделаешь. Мы думали, что можем подделать любовь, но не знали, что такое настоящая любовь, и полагали, что нам удалось ее подделать. Любовь невозможно подделать, потому что у настоящей любви всегда есть плоды. Слава Богу! Любовь всегда ищет лучшего. Любовь никогда не оглядывается назад, но всегда идет до конца. Любовь никогда не сдается. Она никогда не перестает. Давайте сравним эту любовь с человеческой. Давайте сравним человеческую любовь с любовью Агапе, чтобы вы увидели различия. Посмотрите на это. Человеческая любовь. Сам по себе человек всегда хочет любить что-то симпатичное, приятное. Что-то неприятное человек не желает любить. Мы любим милое. Мы ищем для себя друзей. Друзья, мы выбираем приятных нам людей, потому что человек сам по себе может любить только приятных. И даже любя, человек всегда стремится, чтобы ему угождали. А если не угождают, то он не любит. Если не угождают, то любовь уходит и все бросает. Человеческая любовь ставит условия и требует взаимности. Требует взаимности. Агапе безусловно. Она безусловна. Человеческая любовь говорит, что ты должен поступать правильно со своей стороны, если желаешь, чтобы я поступал правильно со своей стороны. Человеческая любовь говорит, посмотрим, что ты сделаешь, а потом я решу, что делать мне. Человеческая любовь руководствуется чувствами, и человеческая любовь руководствуется мыслями. Это человеческая любовь. Вот такой любовью жила церковь. Христиане любят условной, требующей взаимности любовью, называя это Божьей любовью. Мы живем этой, пока все в порядке, все будет в порядке у нас. Но церкви никогда не хватало смелости остаться в любви Агапы, когда не все в порядке. Человеческая любовь говорит, «Как это приятно, как я люблю». Но если это мне доставляет неудобства, тогда мне придется пересмотреть свое отношение. Это человеческая любовь. Это человеческая любовь. Вот она, человеческая любовь. Если ты хочешь, чтобы я продолжал любить тебя, тогда тебе нужно правильно вести себя со мной. Это человеческая любовь. Человеческая любовь — это не то, что упоминается в 1 Коринфянам 13. Поставьте «нет» перед всем в 1 Коринфянам 13, и вы узнаете, что такое человеческая любовь. Человеческая любовь недолготерпелива. Человеческой любви не хватает терпения. У человеческой любви есть границы. Человеческая любовь говорит, я буду мириться с этим, но до определенных границ. Человеческая любовь. Вы понимаете меня. Скажите правду. Именно этой любовью и жила церковь. Верующие оправдывают свою человеческую любовь гордостью. Их человеческая любовь говорит, только глупец может мириться с этим. Человеческая любовь говорит, лучше я сам стану Богом. Человеческая любовь ведома страхом. страхом перед тем, что может с вами произойти, если вы осмелитесь любить так, как Бог повелел нам любить друг друга. Неудивительно, что мы не видим настоящей силы. Неудивительно, что мы не видим настоящих проявлений, потому что никто не желает любить Божьей любовью Агапе. У нас все построено на эмоциях. Все построено на эмоциях. Но любовь Агапе не зависит от нашего понимания, не зависит от наших мыслей. Любовь Агапе не зависит от того, что вы чувствуете. Любовь Агапе не зависит от того, что вы чувствуете. Потому что вам нужно взять свои эмоции в руки. Потому что, когда вы взращиваете любовь Агапе, дьявол будет делать все, чтобы вы ощущали себя постоянно обиженными. Но вы должны использовать эти атаки как возможность развивать мышцы любви. Нужно противодействие. Для развития нужно давление. Рост и давление — это не одно и то же. Для развития мышц нужно давление. Для развития необходимо противодействие. И не говорите, что у вас есть Божья любовь, если у вас никогда не было искушения забыть об этой любви. И всякий раз, когда вы побеждаете искушение, даже когда вас обижают и унижают, ваша любовь становится сильнее, и проявление Божьей силы становится заметнее в вашей жизни. Есть люди, которых совершенно не интересует проявление Божьей силы. Они довольствуются играми, в которые мы играем в церкви. Но наступит момент, когда вы поймете, что без истинной Божьей силы вас вырвут с плевлами. Плевлы и пшеница растут вместе, друзья. На начальном этапе их невозможно различить, но со временем различия становятся, становятся более очевидными. И только во время жатвы становится понятно, кто есть кто. Во время жатвы все плевлы собирают и бросают в огонь, а пшеницу собирают в амбар. Разница между пшеницей и плевлами — это разница между любовью Агаппы и человеческой любовью. Мы впустую тратили время, потому что не развивали в себе любовь Агаппы. Что было бы, если бы в первый же день после вашего спасения вы услышали эту проповедь? Если бы вы стали расти в этом, начали развиваться в этом, какой бы силой вы обладали сейчас? У вас бы не было недостатка ни в чем. Агаппы обеспечила бы вас всем. Но наше общество настолько развращено и обмануто, эта проповедь начнет либо пробуждение, либо бунт. Послушайте меня внимательно. Любовь Агаппы... Для любви Агаппы не имеет значения, как ведут себя люди. Чтобы любовь Агаппы могла действовать, не важно, как вы будете реагировать. Любовь Агаппы не говорит... Любовь Агаппы не говорит, «Ладно, я буду любить тебя, но если только ты будешь любить меня не меньше». Разве вы не понимаете? Вы обязаны исполнять заповедь, независимо от того, исполняет ее другой или нет. Послушайте, нельзя убивать только потому, что увидели, как убил кто-то другой. Любовь Агаппы не основывается на том, как кто-то относится к нам. Они плохо обо мне отзывались, и я теперь не буду дружить с ними. Вы нарушаете заповедь. Вас не должно волновать, что они о вас говорили. Но ведь они меня обидели, и я больше не могу их любить. Вы здесь совсем ни при чем. Вы должны исполнять заповедь любви Агаппы. Вы не любите тех, кто вас не ценит? Но тогда это не Агаппы. И при чем здесь ваши чувства? Но вы не понимаете, брат Доллар? Он поступает со мной уже так четвертый раз. Как мне быть? Вот где за горло хватает страх. Пора действовать. Мне кажется, Агаппы ничего не будет делать. Все должно быть наоборот. Дайте действовать Богу. Я назову четыре качества Божьей любви. Четыре качества Божьей любви. Первое. Божья любовь безусловна. Божья любовь безусловна. Что это значит? Она не ограничена. Она не имеет ограничений. Божья любовь абсолютно. Божья любовь не нужно заслуживать. Ее не нужно заслуживать. Есть некоторые христиане, которые проявляют любовь только к христианам. Они ограничивают любовь. Божья любовь безгранична. Ее не нужно заслуживать. Если ваша жена будет делать первое, второе и третье, оставайтесь с ней. А если она делает только первое, то уходите. Мы все еще пытаемся продавать свое прощение, вместо того, чтобы дарить его. Она бескорыстна. Итак, Божья любовь безусловная любовь. Номер два. Второе качество Божьей любви. Божья любовь самодостаточна. Божья любовь самодостаточна. Она не требует взаимности. Она самодостаточна. Она не зависит от второй стороны. Однажды мы спорили с Теффе, и я разозлился и сказал, «Она меня не любит». А Бог сказал, «Это не твое дело». Твое дело — любить ее. А ее дело — любить тебя. Но не твое дело, любит она тебя или нет. Твое дело — любить ее. Это и есть Агапе. Именно это Он пытался объяснить мне. «Смотри на себя». Ты пытаешься основывать свою любовь на том, как она поступает с тобой. Это не твое дело. Потому что каждый человек отвечает за соблюдение этой заповеди любви. Моя работа и ответственность — любить жену. Ее работа и ответственность — любить меня. Если мы оба самодостаточны в отношении любви, секс доставляет удовольствие. Всегда! Когда вы женаты! Боже, хорошо, что не забыл это добавить. Она самодостаточна. Что это значит? Она дарит любовь, несмотря ни на что. Вот что значит самодостаточная любовь. Она дарит любовь, несмотря ни на что. А вы говорите, «Мне не нужно слышать о любви. Я слышал о Божьей любви. О, я это уже слышал». Что? Вы шутите? Я не понимаю. Вы серьезно? Когда я молюсь, то часто говорю, «О, Боже мой! Я думал, что у меня все в порядке. Нужно работать над собой. Да, Дух Святой. Да, работы много. Но я увижу истинное проявление Божьей силы, которая будет у меня, потому что Он любит меня, и я знаю о Его любви». «О, нет, нет. Я не собираюсь, когда умру, предстать в раю перед Богом и сказать, «Да, я люблю своего брата, но только человеческой любовью. Она была условной. Я не позволял Богу любить через меня любовью Агапе». Третье. Третье качество Божьей любви. Божья любовь освобождает. Дает свободу. Она освобождает. Она освобождает любящего, и она освобождает любимого. Божья любовь освобождает меня, чтобы я мог быть собой. Когда Божья любовь, любовь Агапе, действует в нашей жизни, она делает нас свободными. Больше не нужно носить маску, потому что маска — это попытка быть кем-то другим. Маска — это способ прикрыть неуверенность в себе. Но когда Божья любовь Агапе работает и течет через нашу жизнь, нам не нужны маски. Мы можем быть собой. Слава Богу! Аллилуйя! Божья любовь всегда освобождает и других. Если вы встретите любовь Агапе, даже если вы самый жесткий и жестокий человек, если вы встретите любовь Агапе, она освободит вас. И тогда вам больше не нужно быть кем-то другим. Это так очевидно в церкви. Нельзя даже по-человечески поздороваться с кем-нибудь, потому что все натянули на себя огромную религиозную маску, за которую пытаются скрыть то, что на самом деле происходит в их жизни. Вы можете подойти к некоторым христианам. «Привет! Как дела?» «О, Аллилуйя! Шакта-ла-ла-баса!» Но я не об этом. Это маска. Вы не свободны. Вам нужно постараться сделать что-то, чтобы заслужить мою любовь. И потому что вы недостаточно свободны, чтобы быть собой. Вы так не уверены в себе. Вы недовольны собой. И надеваете маску, потому что не получили настоящую любовь Агапе. Но когда в вашей жизни появится Божья любовь, вам не понадобится маска, потому что вы узнаете, что Бог любит вас, и даже если больше никто вас не любит, вы здесь ни при чем. Бог любит вас, и вы любите других людей. И не важно, как они смотрят на вас. И вдруг вы понимаете, что стремление добиться взаимности, это пустая трата времени, потому что истинная любовь самодостаточна. Мне не нужна твоя взаимность. Я свободен. Я свободен. Я могу войти в комнату и сказать «Привет!» Я свободен. Я свободен. Любовь освободит вас. Вы можете оказаться в комнате рядом с важными людьми, и вы этого даже не заметите, потому что вы свободны. Вам не нужно лезть из кожи вон. Вы уже знаете, что Бог любит вас, и значит, вы тоже сможете любить людей. Любовь освобождает. Вам больше не нужно лезть из кожи вон. Больше не нужно мучиться. Вы можете быть собой. Если им это не нравится, ну и что? Это не имеет значения. Я уже решил любить вас, несмотря на то, как вы собираетесь поступить со мной. Это не важно. Как дела? Не важно. И нет жизни лучше, чем жизнь свободного человека. Вот что может любовь. Нет жизни лучше, чем жизнь свободного человека. Вот что может любовь. Четвертое. Любовь Агапе альтруистична. Любовь Агапе направлена на других людей. Она не эгонцентрична. В фокусе любви Агапе всегда другой человек. Если в фокусе любви вы сами, то это не любовь Агапе. Если вся ваша любовь направлена на себя, то это не любовь Агапе. В любви Агапе нет места эгоизму. Знаете почему? Потому что там, где эгоизм, там и страх. Если вы эгоист, значит вы обеспокоены самосохранением. И при любой угрозе вы возводите себя на пьедестал, пытаетесь сами защитить себя, не позволяя Богу, быть Богом и помочь вам в трудный момент. Человек, любовь которого направлена на других, настолько занят заботой о том, что происходит в жизни других, что его не беспокоит происходящее в его жизни, потому что его прикрывает Агапе. Но если нет Агапе, вы не можете заботиться о других, потому что слишком много заняты собой. Нам нужно развиваться. Сатана перестанет нападать, если вы начнете использовать орудия его нападения в качестве инструмента собственного развития. Это будет нелегко. Даже то, что я проповедую об этом, все бесы трудились всю ночь, чтобы я не проповедовал об этом. Но вы должны правильно реагировать. Так как для развития нужно давление, то почему бы не воспользоваться дьяволом и его прихвостнями? И когда он проявляется, вы должны сказать, «Сколько лет, сколько зим, ну что, разомнемся?» И тогда каждый день у вас будет возможность выбирать между Божьей и человеческой любовью. И чем чаще вы выбираете любовь Агапе вместо человеческой любви, тем больше у вас сил и больше помазания. Тем больше проявлений силы вы увидите в своей жизни, потому что Бог не забывает своих детей. И вот что он сказал, «Будьте детьми света, облекитесь в любовь и бегите от тьмы». Мы все еще... Послушайте, если бы мне нужно было провести конференцию для 50 тысяч, и я бы сказал, «Сегодня я буду говорить о любви», они скажут, «Опять любовь». Любовь. Мне по счетам платить надо. Любовь. У меня голова болит. Любовь. Не хочу слышать ни о какой любви, потому что нам кажется, что мы обо всем знаем, и мы считаем эту тему незначительной. А Библия говорит, что мы все время спали. Библия говорит, что нам нужно проснуться.